Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание» – это программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хочется отметить, что это далеко не первое соревнование, на которых ребята показали высокие классы, стали победителями. Первые наши победы начались в 2014 году. Оба наши мальчика, и Жуланов, и Никоев, боролись в составе сборной России на первенство мира среди юношей, и оба стали победителями, каждая в своей категории. В 2015 году для Жуланова год был неудачный, а Никоев также выиграл первенство России и стал победителем первенства Европы. Спорт для глухих – это не только способ социальной реабилитации, но и стимул для борьбы и самоутверждения личности. Занимаясь теми же видами спорта, выступая по тем же правилам, что и обычные спортсмены, при этом обладая ослабленным слухом, спортсмены добиваются таких же результатов, что и обычные, а зачастую уступают даже лучших, чему есть сотни примеров. На прошедших соревнованиях участники состязались в греко-римской борьбе. По сути, правила те же. Греко-римская борьба, она, в принципе, про они борются по тем же правилам, что и слышащие ребята. Только специфика в том, что им кроме свистка еще надо жестами показывать, когда началась схватка, когда заканчивается схватка. А так разницы никакой нет. Иван занимается 7 лет. В прошлом году уверенно выиграл первенство Европы, закончив схватки досрочно. Золотом на недавних соревнованиях, конечно, доволен, а в планах на будущее по-прежнему побеждать. Расскажи про соревнования, насколько сложно было. Как трудно бороться на России. Нормально. Он говорит, переживаешь, волнуешься, вот, ну, все волнуются. Поэтому задача преодолеть себя, выйти и победить. Пришел, увидел, победил. Что он и делает? В выступлении своим доволен? Тебе приятно, что ты первым стал? Приятно. Здорово. Планы на будущее ближайшее. Какие планы на будущее? Да. Мир – это промежуточный этап. Олимпийские игры – самое главное. Первый мир занять. Богдан занимается 6 лет. Ему тоже есть чем гордиться. Слегка не повезло с весовой категории. До 74 килограммов много сбрасывать. До 84-х много набирать. Вот и пришлось в этот раз бороться со спортсменом намного тяжелее. Тем не менее, бронзовой медалью соревнований в общем доволен. Расскажи, как выступил на соревнованиях? Тяжело было? Боролся на России. Трудно было? Трудно. Да. 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 Вес маленький у него. У него 78, а боролся 84 килограмма. Поэтому все там и крупнее его, и сильнее. Но он не сдавался. И в самый ответственный момент, когда надо было победить, чтобы стать третьим, он победил. А в целом выступлением доволен? Тебе приятно, что ты третий занял? Конечно. В 84 все-таки. Конечно же, первое место лучше бы. Ну, подкачаешься и будет первое. Не только на России, но и на мире, и на... Работать надо. И на Олимпийских играх. Ну, и планы на будущее. Планы на будущее. Какие? Мир первый или Олимпийский. Первое место надо занимать на самых... Соревнованиях... На самых... На соревнованиях самых высоких... Самого высокого уровня. Впереди у ребят первенство мира, которое пройдет в Иране с 30 апреля по 4 мая. Конечно, хочется пожелать побед и по-прежнему. Той самой силой и бодрости духа, которую эти ребята буквально завораживают. Зима, наконец, закончилась, а вот последние ее деньки ознаменовались и лыжными гонками. Подробности в следующем сюжете. В рабочем поселке Ермиш прошел традиционный открытый турнир по лыжным гонкам, посвященный памяти майора полиции Пименова Владимира Михайловича, погибшего при исполнении служебных обязанностей на Северном Кавказе. В соревнованиях собрали огромное количество участников и зрителей из разных уголков страны вот уже 14 раз подряд. С каждым годом количество участников лыжни Пименова растет. В этом году в Ермиш на турнир собрались спортсмены из Рязанской, Московской и даже Архангельской областей. Поэтому лыжня Пименова переросла областной и поистине вышла на межрегиональный уровень. На старт на трассе на Чудочкиной горе вышло более 250 спортсменов разных возрастов. В том числе приехало 13 мастеров спорта. Среди участников соревнований были не только сотрудники рязанских органов внутренних дел, но и представители региональных детских спортивных школ. Участники соревнований были разбиты на 14 возрастных категорий. Абсолютным победителем турнира среди мужчин стал инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД России по городу Рязани Сергей Чванов. А в поселке Варский на биатлонном комплексе «Алмаз» в рамках традиционной спартакиады МВД России по Рязанской области по служебно-прикладным видам спорта состоялось первенство по лыжным гонкам. Этими соревнованиями открылись состязания спартакиады регионального МВД. Соревнованием по лыжным гонкам приняла участие 21 команда. Боролись за победу не только сотрудники основных подразделений управления, но и представители территориальных органов МВД на районном уровне. Спортсменам предстояло преодолеть дистанцию 5 километров свободным стилем. Погодные условия были сложными и трасса была тяжелой, требующей недюжей силы и выносливости. Но полицейские привыкли проявлять упорство и выдержку. Призовые места в командном зачете распределились следующим образом. Первое место заняла команда МВД России по Рязанской области. Вторыми стали сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД МВД России по городу Рязани. Третье место досталось команде ОМОНа у МВД России по Рязанской области. Золотым призером первенства в личном зачете стал участковый уполномоченный полиции МВД России по городу Рязани Дмитрий Мысев. Второе место занял полицейский отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД России по городу Рязани Эдуард Филькин. Бронзу завоевал представитель конвойного подразделения ОМВД России по городу Рязани Сергей Савоськин. А сейчас о бильярде. Этот вид спорта – настоящая прокачка для мозгов. Он развивает логику, мышление, приносит расслабление после работы. А совсем недавно в нашей стране бильярд был вообще запрещен. Сейчас все в корне поменялось. И в Рязани развитие бильярда вышло на тот уровень, когда дети занимаются бесплатно этим некогда азартным видом спорта. Азарт, грация, изящество – все это остается неотъемлемой частью бильярда. Спорт меняется и развивается. Рязанские тренеры приложили все усилия, чтобы из этого индивидуального вида спорта сделать массовый. На территории города на сегодняшний день тренируются 366 детей. На бесплатной основе на пяти площадках, удобно расположенных по городу. Для большего удобства детей и их родителей. Дворец спорта «Олимпийский» в районе Дашково-Песочня. В центре города сразу две площадки. Это спортивный комплекс «ЦСК» и развлекательный центр «Озон». На территории поселка Приохский на улице Октябрьской, дом 4. И пятую площадку организовали две спортивные школы. Дюсш «Фаворит» и областная дюсш «ЦСК». Там тренеры-преподаватели с детьми начальных классов проводят урок дополнительного образования. Мы на территории среднеобразовательного учреждения школы номер 16 установили два бильярдных стола в рекреации на первом этаже. Там у нас проходит урок дополнительного образования ежедневно. Привлечено порядка 150 детей. Из этих детей квалифицированные тренеры производят отборы, предлагают ребятам перейти на более профессиональные столы в детско-юношеские спортивные учреждения. И дальнейшие их занятия будут проходить на бесплатной основе. Почему я это сделал, это долго, наверное, рассказывать. Это как бы мечта всей моей жизни, потому что сам играл долгие годы и был лидером здесь в городе. Не было конкуренции, всегда хотелось бы, чтобы конкуренция присутствовала, иначе без нее неинтересно. Вот, поэтому совместно с своей командой, которую мне удалось собрать, мы решили так, что у нас принципиально детям будет бесплатное обучение. В спортивную школу может прийти любой ребенок, даже тот, кто ни разу в руках не держал кий. И если бильярд придется ему по вкусу, его обязательно возьмут тренироваться. Большинство детей втягиваются, и после первой тренировки их годами не оторвешь от бильярдного стола. Анастасия тренируется два года, ей 15 лет. Сейчас на тренировках она отрабатывает те удары, которые не забила на турнирах. Говорит, что с каждым днем ее силы возрастают. Я пришла на первую тренировку, и мне безумно понравилось. Я все, я говорю, мам, я буду сюда ходить, и мне нравится заниматься. Как часто ты ходишь? Стараюсь ходить каждый день, занимаюсь по два-три часа. Мама не ожидала, что я к бильярду так буду серьезно относиться. То, что это станет вообще моей жизнью, можно считать. Тренировки в спортивной школе проходят в несколько этапов. Физическая разминка, а затем уже занятие бильярдом. В спортшколе есть утвержденный план занятий. Тренировки проходят под контролем тренеров. Комплекс упражнений, отжимания, подтягивания, приседания, простая разминка мышц рук, шеи. Зачем это нужно делать? Это нужно для того, чтобы качественно заниматься за бильярдным столом. Как и любой спорт, он требует определенных физических нагрузок, также умственных. При работе на бильярдном столе отрабатываются различные группы упражнений по уровню сложности. Когда человек приходит, он пытается просто забить один шар в лузу. Затем уровень повышается, он начинает играть парными шарами. Ну а вот это одна из комбинаций для спортсменов, достигших хорошего уровня. Суть этого задания – забить все шары, которые находятся на поле. В чем сложность? Сложность, в принципе, этого задания в последнем ударе. Шары стоят все практически в лузах, забить их легко. Но смысл в том, чтобы последний шар поставить точно в лузу, чтобы последним ударом забить два шара. Сейчас Алексей Владимирович старается нам показать, как это выглядит. Задания на бильярде – это те же математические задачи, развивающие логику, поскольку в каждом из них есть несколько путей решения. Заметили даже такую тенденцию. Ребята, которые ходят к нам заниматься, намного лучше учатся в школе. Многие предметы легче поддаются их пониманию. Опять же, везде нужна логика, которая сейчас практически отсутствует у многих. Бильярд развивает воображение. По истечению нескольких месяцев тренировок по детям становится видно, что их логическое мышление становится на порядок выше. Так что этот спорт очень полезный в современном мире. Еще одна воспитанница говорит, что с началом ее спортивной карьеры за ней потянулись многие друзья и ее младший брат. Теперь они тренируются игре в бильярд. Мои друзья начинают интересоваться, чем я занимаюсь, сколько, сколько все это стоит. Я когда все расскажу, что это все бесплатно, все удивляются. По словам тренеров, минимальное занятие для детей должно начинаться с двух часов в день по три раза в неделю. Исходя из того, что я сама достаточно неплохо играю в бильярд, я решила попробовать один-два удара. При условии, что любительски занимаюсь этим видом спорта с семи лет. И считала, что очень даже неплохо играю. Оказывается, я всю жизнь в корне неправильно все делала. Как выяснилось, техника моя оставляет желать лучшего. И хотя бы для того, чтобы почувствовать, как правильно нужно держать ки, мне выделили специальную перчатку. Действительно удобно. С ней неправильно взять ки просто никак не получится. Только правильно. В любом случае, из двух ударов я не забила ни один шар. О технике бильярда и об основных ошибках многих мне дали целую лекцию. Но об этом уже в следующей серии. И еще немного о достижениях рязанских спортсменов. Рязанский боксер Антон Дрючин, представляющий клуб «Арта», провел третий бой на профессиональном ринге. В субботу, 27 февраля, он принял участие в турнире в Екатеринбурге. Антон победил чемпиона Таджикистана Алишера Умурзакова, направив его в нокаут спустя две минуты после начала боя. Можно сказать, что этот бой получился у спортсмена самым продолжительным. Два предыдущих поединка рязанца закончились нокаутами в первом раунде еще быстрее. Так, в понедельник, 22 февраля, на турнире «Ночь чемпиона» в Сочи он победил ростовчанина Анатолия Однорога. Поединок продолжался всего 1 минуту 11 секунд. Антон зажал соперника в углу и после серии ударов в голову тот без чувств упал на ринг. Первоначально соперником Дрючина должен был стать Бедарин Тома из Албании, но он получил травму незадолго до турнира. Отличился спортсмен и в своем первом боем тогда рязанец одержал победу нокаутом на первой минуте. И на сегодня это все. Будьте спортивными и здоровыми и пусть всегда у вас открывается второе дыхание. Редактор субтитров А.Семкин